Субтитры делал DimaTorzok Не трогай меня! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вытащите меня отсюда! Кейт! Кейт! Эрин, ты не ранена? С тобой все хорошо? Выпусти меня! Быстрей! Вы опять попались! Им не выйти! Черт! Что это? Я не могу! Не могу дышать! Окна закрыты наглухо! Видимо, он хочет, чтобы мы смотрели! Стой! Смотри! Тут какой-то рычаг! Чтобы дать воздух? Нет! Не обеим! Он запускает вытяжку! На кого укажет рычаг, та задохнется! Что? Он хочет, чтобы мы выбрали! Господи! Не могу! Будем стоять! Тогда они обе умрут, Марк! Джейми! Пожалуйста! Не хочу! Я не хочу умирать! Помоги мне! Надо выбрать! Сейчас! Нет! Мне пришлось! А то умерли бы обе! Гейм! Спасибо! Спасибо! Подожди, не надо! Нет! Нет, Гейм! Окно! Там, там щель! Так, назад, назад! Назад! Все, держу! Я... О, Боже! Все! Я... Я дышу! Кейт! Ты как? Ты как? Нормально! Что? Что это было? Дюмет с нами играет! И мы все здесь в полной жопе! Ты как? Слушай! Отвали от меня! Народ! Нам надо все обдумать! Иначе он нас всех убьет, как Чарли! Стой! Чарли мертв? Хотя, так ему и надо! Что? В каком это смысле? Я заблудилась! И обнаружила диктофон! Там Чарли говорил с Дюметом! Он просил убить нас! И обещал привезти сюда! Нет! Не может быть! Я сама слышала! Нам нужен план! Плевать на игры, ловушки и остальное! У всех убийц из нашего шоу были слабые стороны! Предлагаешь попить с ним чаек и поговорить по душам? Предлагаю подумать головой! Гадать можно бесконечно! Но если нас убьют, разницы нет! Нахрен расследование! Я хочу выжить! Расследование! Наш способ выжить! Нам его не переиграть! Надо быть умнее! Ему нравится убивать по одному! Надо держаться вместе! Постой! Возможно, он нас прослушивает! Куда пойдем? Назад, по рому! Он уплыл, помнишь? Он на тросе! Может, притянем? Давайте без может! Тогда маяк! Может, сумеем послать СОС? Полиция ведь патрулирует озеро, так? Явно не здесь! Свет маяка виден за много миль! Там наверняка полно ловушек! Значит, пойдем очень осторожно! Что еще делать? Ты что-то снимаешь? Без доказательств нам не поверят! Мне что, снимать, как он нас убивает? Дай тела! Для полиции! Слышите? Стены опять двигаются! Кейт, стой! Нельзя разделяться! Черт! Кейт! Стойте! Марк! Нет! Джейн! Стой! Нет! Блядь! Блядь! Что за хрень? Блядь! Было ещё одно! Ск становиться! Блядь! Что за хрень? А вот знаете насчет съемки, да, что-то я даже не подумал, ну-ка. Давайте, наверное, в этот раз будем поактивнее этим заниматься. А я вот не помню, я пропустил что-нибудь, нет, играя за этого дядьку во время съемок. То есть я мог что-то поснимать такого из доказательств конкретных. Так, ну пока что кислота, ладно. В библиотеке я мог, да, им поработать. Я только монетки умею хорошо находить и все, как бы. Хотя я поймал фотоаппарат, тоже неплохо. Тела можно было поснимать, да, к тому же. Не, я до хрена чего пропустил на самом деле. Так, а как их навестись? Нет, не снимается, да, то есть ладно, я уже подумал, что все плохо. Давай хотя бы подсветим себе, да? Типа вспышкой можно, наверное, отвлекать нашего маньяка. Так, надо не забыть то, что это может сработать. Не, ну, конечно, по поводу доказательств я лоханулся прям основательно. Так, а у нас что, у нас просто закрытая дверь, да? Недоступно. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... И типа, что мы типа все, да, от него спрятались? То есть, типа, у нас здесь выхода нет туда, но оттуда, откуда пришел маньяк, мы можем, наверное, уйти вполне себе. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, во-первых, нужно осмотреться, во-вторых, наделать фоток. Это хороший ракурс... Это хороший ракурс, потому что зеленая точка отображается... Бар 0028, то есть, по сути, он через эти глаза наблюдает за нами по всему, так скажем, дому. 72-93... 72-93, запоминаем, короче... Так, 72-93 и... Ну, это скорее всего лишнее. Ладно, короче, 72-93... 68-83... 72-93... 72-93... 72-93 и 68-83, да, если не ошибаюсь. Ну-ка, давайте еще раз посмотрим. Первая 72-93, это однозначно. И 68-83... И 68-83... Интересно, для чего нам это нужно? Но... Хотелось бы... Не вдаваться в детали. Человеческие зубы... Типа не, это плохая фотка. Ну и, наверное, таким вот образом лучше не шуметь, потому что он нас услышит. Ну, как бы все, да. Единственный путь остался. Нинд台-то отбился, да? Уклонен,ãна. Да. Ниндзя-то, да. Ну, вы как-то. Ниндзя-то, да? Бонзи-то... Типа-то... Вญ Сен. Типа-то, да. Да. Человеческие зубы... Человеческая зубы. Человеческая... Человеческая зубы... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так я даже курс изменил, да? На один секрет... Приветствуем новобранцев... Психологическая оценка, проведенная доктором Изабеллой Гарсия. Имя пациента, Мюнде, Гектор. Оценка поведения. Гектор прибыл на прием с опозданием в 24 минуты. Когда мы сели и начали разговор, он с трудом поддерживал зрительный контакт. Ему было тяжело описать свои чувства. Он был зажат и насторожен. Гектор очень много работает, и в связи с этим плохо спит. Гектор рассказал о недавно скончавшейся матери. Судя по его поведению, он не до конца смирился с ее смертью. Я настоятельно рекомендовала курс антидепрессантов. Но он против этого метода, так как уверен, что это негативно скажется на результатах его текущего расследования. Гектор описывает свою работу в мельчайших подробностях. И в отличие от предыдущих ответов, его мысли звучат последовательно и логично. Он проявляет нездоровую одержимость своей работой. Но причиной может быть недавняя тяжелая утрата. Гектор Мюндей убийца в этом доме. Да бы решетку за собой закрыл бы. Тоже, блин, гений мне. Так, ну ладно, мы закончили очередную серию. Давайте немного ознакомимся. Уху-ху-ху-ху. Целых минус два, да? Давайте посмотрим, что у нас там за изменения курса. Марк нашел жетон агента ФБРНИЕ на имя Гектора Мюнде. Так, Джейми решила спасти Эрин из вакуумной камеры. Джейми решила спасти Эрин из вакуумной камеры. Это все было. Так, Эрин нашла доказательства причастия Чарли к убийству. Понятно, Эрин рассказала группе, что она узнала о Чарли. Ну, я не верю, что Чарли, в принципе, здесь как-то замешан. И съемочная группа запланировала встретиться на маяке. По поводу наших секретов, да? Третий секрет – это удостоверение. Гектор Мюндей поступил на работу в отдел поведенческого анализа ФБР в 89-м году. Фотография удалена. Снимок группы курсантов ФБР. Лицо одного из них закрашено толстым черным маркером. Человек закрашен на фотографии, вероятно, Гектор Мюндей. Заключение психиатра Гектора Мюндей. Специалиста беспокоит психическое состояние Гектора и его удержимость убийцы, которого он преследовал. В это время Гектор расследовал дело чикагского убийцы. Человеческие зубы найдены в голове аниматроника. Ну и вроде бы все, да, то есть я не нашел больше никаких картин, да, что очень странно. И в принципе, да, мы в логове нашего маньяка довольно неплохо поорудовали. Не знаю, что это за цифры, которые я нашел. Вот, но чувствую, типа, это, наверное, цифры для передачи там аудио- либо видеосигналов и тому подобное. В общем, ладно, я думаю, довольно неплохо мы тут поисследовали местность. На этом я закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ставьте комментарии. И до следующей серии. Всем пока-пока.